Мясо Известное утверждение, что лучшая колбаса это мясо И поэтому, тем более в наше время колбасу со всякими добавками лучше не употреблять Я беру мясо Очень люблю вот такие брать балочки и запекать их в духовке Вот сегодня я взяла 3 балочка И каждый из них я сделаю с какими-то другими приправами С тем, чтобы они получились разных вкусов Кладу кусочек один на фольгу И теперь думаю, какие приправы буду использовать Этот кусочек я сделаю со специальной приправой для мяса Плюс немного перца и немного соли Всем этим я обмажу со всех сторон Потом заверну и положу на противень Слегка приперчу горькомолотым перчиком душистым И присолю Это нужно сделать с двух сторон И сейчас я возьму и понатираю Я натерла и солькой, и перцем с двух сторон И нужно быть аккуратными и осторожными в этом случае Когда добавляем приправу Эта приправа немного подсолена Я попробовала сначала С тем, чтобы не получилось, что мы посолим Потом еще и приправа И будет тогда совсем соленая Я притрушиваю приправой И сейчас тоже повтираю приправу с двух сторон В этот кусочек мяса Впервые я пользуюсь такой приправой Вот я с двух сторон, видите, натерла Очень такая ароматная И на вкус очень вкусная Попробовала, очень вкусно Ну и теперь буду заворачивать И отправлять уже на противень Этот кусочек будет ожидать два других Второй кусочек я уже посолила Приперчила И теперь я буду использовать французскую горчицу В зернах Сверху помещу горчицу И потом хорошо с двух сторон натру Этой горчице кусочек Французская горчица Она не острая на вкус Такая очень пикантная, я бы сказала С некой сладинкой Поэтому, надеюсь, этот кусочек мяса Получится после запекания Такой, знаете, несколько пикантный Посмотрим И для третьего кусочка Я посолю, поперчу И взяла два зубчика чеснока Можно на чесночницу Можно меленько порезать И тоже натереть вокруг Шпиговать нет смысла Потому что мясо достаточно такое Небольшое по размерам Можно, хотя кто любит Можно и на шпиговать Я буду натирать сверху чесночком Натерли солью и перцем И теперь вот подготовили Нарезанный мелко чесночок Пока буду выкладывать его Расскажу анекдот Хозяин на праздники, предположим На Новый год позвал гостей И говорит Гости дорогие, угощайтесь, пожалуйста Семга, сервелатик, буженинка А икра? А икра это для тех, у кого совсем уже совести нет Ну вот как-то так Ну, с другой стороны Сейчас тоже делаем чесночком И закутываем и ставим уже в печку Печка пока у меня разогревается до 180 градусов Таким вот образом Три кусочка я выложила на противень Отправляю в духовку Повторяю, духовка разогрета уже до 180 градусов Когда у меня крупный кусок буженины Я делаю часа полтора, а то и два Ну а здесь будем смотреть Я думаю, что минут через 40 Возможно, она уже будет готова Нужно будет заглянуть и попробовать Прошло 40 минут Я попробовала, еще мясо не готово Ставлю еще минут на 15 Прошел час нахождения мяса в духовке Вот попробовали, мясо готово Ставлю до полного остывания И потом посмотрим, как оно выглядит в нарезке Вот такая вкуснота и красота получилась Вы видите, это вот с чесночком С французской горчицей И с различными приправами для мяса Мясо очень хорошо прожарилось внутри Пропеклось вернее И сейчас будем дегустацией заниматься Всего вам доброго До новых встреч на нашем канале Пока-пока и готовим вкуснейшее мясо К любому празднику